Третий день пребывания в Сихотолинском заповеднике мы провели на маршруте от кордона Благодатного до озера Голубичного. Мы преодолели расстояние около 8 километров, полюбовались видами озер Благодатное и Голубичное, а также забрались на гору Каланча, через которую проходил наш путь. Субтитры создавал DimaTorzok Озеро Благодатное, тихое и спокойное место. Хочется просто сидеть здесь, наслаждаться пением птиц и любоваться красивыми видами. Жалко, что у нас совсем мало времени, и знакомство с этим местом ограничилось лишь небольшим рассказом истории водоема от сотрудников заповедника, после чего мы отправились дальше. Сопка Каланча, вот на нее сейчас мы и будем подниматься с берега. Сопка Каланча Вот мы поднялись немножко на хребет, и отсюда открывается вид на озеро Благодатное. И вот там внизу мы шли до этого. А вот на том берегу находится кордон Благодатное, где мы живем уже три дня. Сопка Каланча Вот мы практически поднялись на сопку, гору Каланча. Осталось совсем чуть-чуть. Там сверху должен открываться замечательный вид на озеро Голубичное. Ветерок здесь уже дует нехилый, но это и правильно, потому что мы находимся практически на скале. Ветер дует в море, холодный. Деревья нас уже не закрывают от него. Постепенно уже вечереет. Время движется к закату. Солнце. Постепенно движется к горизонту. Мы, тем не менее, прошли уже около четырех километров. Это половина маршрута. По пути мы заслели на сонку Каланча. И сейчас у нас... Мы вышли на вторую часть тропы и идем на спуск. Нам предстоит еще преодолеть один небольшой маленький перевальчик. Разве меньше того, что мы прошли до этого. И постепенно мы выйдем обратно к озеру Благодатное. Но перед этим мы спустимся на озеро Голубичное. И вот так, совсем неожиданно, мы вышли на кордон. На кордон у озера Голубичное. Изба морская. Изба морская или Голубичная. Здесь такой предбальничек небольшой. А вот здесь можно остановиться с ночевкой после перехода. Здесь есть чайнички. Печка. И необходимая посуда. Для приготовить, покушать. Нары. Одноместные, двухместные. То есть с комфортом. Здесь три человека вполне уместятся. А может быть даже и четыре. Здесь же еще есть вот такая небольшая беседочка. Точнее как небольшая, достаточно большая. Где можно остановиться. И попить чай. И сейчас пойдемте сходим на пляж. Ну вот мы и покидаем избу на озере Голубичное. И отправляемся на наш кордон. В озеру Благодатное. Наш гид сказал, что нам осталось пройти примерно столько же, сколько мы уже прошли. То есть около четырех километров пути. Но уже не такие перепады и высот будут. Большую часть пути мы сейчас пройдем по прямой. Переварим через небольшой перевальчик и спустимся к озеру Благодатное. За эти несколько дней мы в очередной раз смогли убедиться в том, что природа Приморского края ничуть не уступает по красоте ее заграничным аналогам. Ну а данный маршрут поставил финальную точку нашего путешествия. И настала пора прощаться с Северторинским заповедником, в который я еще обязательно вернусь за новыми эмоциями. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!